Всем привет! Бандиты и вольные сталкеры, с вами как обычно я, сталкер-баннерщик, мой персонаж Флюги Генхаймен, продолжает выживать на открытом бета-тесте. Ну, я думаю, сегодня народу прибавится для нашего выживания. Давайте кое-что я вам покажу. Ну, многие, кстати, про это не в курсе, это только буквально сегодня произошло. Новость вчера выложили, новость, как бы, ну, ее не все читали, я так думаю, да? Ну, да ладно, давайте покажу просто. Так, мы в мастерской Сталкер Онлайн. Это самая крупная фанка, так сказать, по игре. Это не реклама, это просто, я там постоянно сижу, так как мне на официальной группе забаннили. Ладно, делать не в этом. Вот, в общем, официальная группа, там же новости можно почитать. К сожалению, DOS-атака на дата-центр продолжается. Поэтому стабильность работы серверов нарушена, мы будем информировать вас о происходящем и прикладываем все усилия, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее. Также сообщаем, что когда ситуация стабилизируется, все премиальные подписки будут компенсированы и для всех игроков будут действовать приятные бонусы. В связи с происходящим событием с завтрашнего дня, новость была вчера выложена, а сегодня мы видос записываем и как бы сегодня вы его тоже увидите. Поэтому это со вчерашнего дня. Так, с завтрашнего дня, то есть с сегодняшнего дня, это буквально случилось там 2-3 часа назад, мы увеличим лимит игроков на бета-сервере до 1000 человек и ведем на локации деревня Гурмана и поселок Радиус, NPC, у которой вы сможете приобрести оружие и получить денежные средства. Напоминаем вам, как можно присоединиться к открытым бета-тестированию и ссылочка. В общем, кто не знает, мне, кстати, многие пишут и на YouTube, и в ВК, как на ОБТ попасть. Все очень просто. Ихний сайт Stalker Online, stalker.so. Заходишь, там новость, там не самая верхняя, кажется, предыдущая. Переходим по этой новости, и там вся информация есть, там ссылки даны, как, что зайти. В общем, читайте, там все есть. Так вот, в общем, как говорится, знаете, не было счастья, да несчастье помогло. То есть, до этого игроки, которые играют тут на ОБТ, ну давайте пойдем потихоньку, я по дороге будем уже делиться своими мыслями, хотя здесь опасно, но да ладно. Так в общем, не все игроки, которые играют на ОБТ, могли себе позволить кучу оружия, снаряжения, потому что здесь-то, блин, без оружия, без снаряжения, дальше... Гурман, ты особо не уйдешь, по факту. Даже вот тут верлюки какие. Вот, но разработчики особо не хотели в последнее время, вообще не хотели вводить эту тему. Вот этого Stalker, который они поставили НПС, то есть, кто не понял, стоит сейчас НПСник в поселке Радиус и на Гурмане там найдете. Там раньше стоял этот, на ПВП-локацию чувак переводил. Ну и там же, где зазывало, на новогоднюю локацию стоял. Вот, теперь стоит НПСник, который был на ЗБТ-тесте. Он дает там деньги, полностью там фулл-сет экипировки, бери все, что хочешь. Одежды, в общем, бери, тести, там юзай, ремонтируй, в общем, можно вот эту тему всю поюзать. Потому что все-таки, по большому счету, самое главное здесь, в Stalker, это оружие. Согласитесь, многие за это переживают, что будет с оружием, что да как. А на тесте-то не было возможности потестить, потому что не все играли на СПБ, как я. Не всем, допустим, кто-то вещи подогнал. Мне же тоже, допустим, вот этот рюкзак тоже Stalker подогнал с ЗБТ. То есть, многие, до большинства людей тут бегают голые. И ничего потестить не могут. Теперь у них есть такая возможность. Подходишь, берешь все, бесплатно юзаешь, ремонтируешь, тестишь. Хотя бы посмотреть, как эта система работает. И вот, они хотя и обещали дать со временем всем доступ, ну вот так же, вот LPS-ника, который себе вещи давал. Все-таки это бета-тест, тут надо тестить. Но я не знаю. Дали они только тогда, когда основные серваки, кто играет, понимают, что сейчас нифига не работает. Про Steam мы не говорим, на Steam там вроде все нормально. Мы имеем в виду вот эти серваки, которые СПБ, МСК, ЕКБ, они вообще не фурычат. Я заходил пару дней назад, зашел, пару шагов сделал мне туда-сюда, телепайт, телепайт, потом выкинул из-за пинга. Ну, я после этого и не заходил туда, да смысл. А ОБТ работает, потому что ОБТ на другом серваке, и он стабильный, как видите. Не знаю, как сейчас будет, сейчас по идее народу должно сюда нормально зайти, но зато как раз и потестируют там нагрузку и все остальное. Блин, это взрослый верлек. Что еще самое хорошо, многие сталкеры, которые, допустим, недавно играют или, ну да, в принципе, недавно, у которых нет кучи всяких оружий, они хотя бы посмотрят, как там топовое оружие стреляет, да, там. Вот то же самое, 109-й можно купить, вернее, не купить, там, я так понимаю, взять можно. Я не знаю, там не был, там только иду, сами понимаете. Тут, блин, жестко. Вот. Хоть побегают с нормальным оружием, поймут, к чему стремиться, как все это работает. Самое главное, конечно, сталкеры разберутся, как работает ремонт, как вот это восстановление, прокачка стволов, это тоже важно же. А когда ресурсов-то нет, как ты все это изучишь? Я пытался все это изучить, но у меня, как и были ресурсы, я их быстро потратил, и все, и кончилось. Как-то так вот. А тут, сейчас все это на халяву, поэтому приходим, заходим, тестим. Я под видео скину ссылочку, вот прям именно на новость, кто не знает, как зайти на ОБТ, потому что действительно многие сталкеры спрашивают. Прям ссылочку на новость скину, вы туда зайдете, там все написано. Ну, а я сам хочу дойти, просто до туда посмотреть. У меня-то оружие есть, экипировка, с которой я бегаю по зоне, то есть я в такое буду бегать, так как у меня такая экипировка на основе, на СПБ сервере. Ну, разве что, кроме рюкзака, у меня там Ермак, а тут Элис. Пока еще не накопил. А так у меня такая же экипировка, ну и да, пистолет-пулемета нет, но на основе, на СПБ сейчас такое невозможно. И теперь сталкеры пойдут вглубь зону, потому что у них будет экипировка, у них будет патрона, у них там еще деньги, говорят, дают. И можно идти вглубь зону, там, везде, соответственно, народу будет тут больше бегать. Люди почему не бегают? Ну, потому что голышом особо ты не побегаешь. Ну, теперь, наконец-то, будет зона норма населена, я думаю, больше всяких там баг-репортов, может быть, будут кидать и... Блин, а это какая? Такое ему дело, красное. Вот, и больше ошибок будут ловить, больше... Надеюсь, ошибок будут исправлять, и все будет хорошо. Не знаю, совпало так, или они действительно хотели потом, но есть такое ощущение, что они, блин, не скоро бы дали доступ вот такой, для всех, то есть, всех вещей. Дали бы под конец бы на пару дней. А сейчас, ну, а выхода нет, на основных серваках у нас почти никто не играет. Потому что, сами понимаете, никак не поиграешь. Когда ничего не бегает и никуда не ходится. А тут народ сейчас оттянется за то, если сюда сейчас народ весь пойдет, вот там, допустим, с ПБ, с МСК, с ЕКБ, которые как бы не хотели играть, но сейчас-то выбора особо нет. Вот, и проверят, как тут вообще. Ух ты, е-мое. Когда населенность-то сервера большая, как он вообще будет работать вот это все? Понятно, что тут отдельный сервак, но все же. Что, сталкер тебе помочь? Давай спросим. Хотя, что у него, он пулек за спиной. Походу, уже был у сталкера, он тестирует оружие. Да, а что им помогать? Только мешать буду. Так, ну что, мы здесь. Вот единственное, что, конечно, минус, это... Я вот выше говорил, типа, вот сейчас сталкер будет по всей зоне бегать. А не подумал, знаете о чем? О том, что сейчас же нельзя просто так пойти туда и туда. Нужно же прокачка. Точно, вот про эту тему я забыл. А я не знаю, там будет возможность как-нибудь увеличить себе прокачку? Может быть, всем увеличили? Нет? Да нет, вот это, кстати, минус. То есть, в принципе, да, вот если новичок пришел, там, с других серваков у него тут не было персонажа, прокачки не было. Он будет, у него оружие, все остальное он прокачает, но по зоне он особо не побегает. На окрестностях будет много народу, ну, понятное дело. А дальше, аэропорт, согласен. На Новую Землю фиг попадешь, тут качаться надо. На Везувии, ну, тоже. Но, с другой стороны, с оружием, а из экипировки, там, интереснее качаться, согласитесь? Чем ты будешь бегать? Галышом. Ну, с одной стороны, да, может быть, действительно кто-то и пойдет качаться, там, квесты проходить как раз, вот, ошибки будут искать. Потому что у них будет стимул уже идти дальше, потому что они будут понимать, что у них сейчас куча оружия, куча экипировки, и они смогут пойти и изучить там. Не Галышом же туда идти, а теперь, по крайней мере, в одежде. И, может быть, кто-то раньше не хотел там квесты выполнять, немножко прокачаться, чтобы пройти на другие локации. А сейчас, может быть, будет стимул? Вот вам, пожалуйста. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет, это честно, с моим мнением. В любом случае, хорошо хотя бы так. Дали сталкера поюзать. Ну, что это такое у вас? А-а-а, одышка, одышка, ну да ладно. Давай чем-нибудь скушаем. Вот у нас есть вот эта фигня. Так-так-так-так-так-так-так-так. Аптечка кончилась. Не знаю, я какую-то тарелку слопал, не знаю, зачем. Тут одышка вот от этой фигни, да, вот, а то, что на болотом какое-то вот непонятное испарение какие-то, да, идут. И вот когда ты у себя пробегаешься, да, одышка. А потом она прекращается. Блин, очистная станция, а что? А какой фига захват. Что-то я не понимаю. А очистная станция, это еженеделька же. А сегодня что у нас? Может быть тут и тайминг теперь сбился? А фига узнает. Ну, 16-й у меня 16-й. Ну, сегодня среда только. А чем здесь захват? Ну, ладно. Ну да, наемники разгильдяев, 0,29, 18 часов. Фига узнает. А, может быть, тайм изменили? Ну, в том плане, что теперь не по субботам захвата, а в другие дни недели. Я не знаю, как тут он на ОБТ, потому что я не участвовал в захватах. Я одиночка, я не воюю. Поэтому фига узнает, как у них тут эта тема сейчас работает. Но база-то еще недельная. Ну да. Ну, ладно. Так, нам нужно до Гришко-Овца добежать. Тут, правда, сейчас можно зайти к этому. Грише-Сильпо, точку сохранения взять. Да, это же ОБТ. Тут по-немножку по-другому все. Вот, но... А вдруг мне по дороге пристрелят? Хотя здесь на ОБТ особо не стреляют. Хотя я не думаю, что сейчас прям куча народ будет шариться. Сейчас все бегают. Экипировка оружия выбирает. Ну, давайте сходим. Возьмем точку сохранения. Грише-Сильпо тут недалеко. Она вроде там берется, да? Ну, безопасная точка есть, точно, да. А вот точка сохранения... Я не помню, я тут был вначале. Пробежал. Я, если честно, тут давно вообще не бегал. В основном Черный Лес, да? Там, знаете, аэропорт, там, туда-сюда. На Тунгу. В ближайшее время мы собирались идти. Ну, ладно, давайте добежим до этой темы. На Тунгу, а потом на караван. Ну, хотя бы есть стимул теперь. Там же изменили много чего, говорят. Во, точка возражения, да, теперь тут. Теперь отсюда, конечно, базу атаковать, блин. Ого-го, блин. Ну, раньше тут укрепка была, теперь отсюда. Но укрепка только для тех, кто захватит. Сейчас-то нет тут укрепки никакой. Вот камни. Это была ключевая точка в пятницу перед субботними захватами. А сейчас что? Сейчас это уже не актуально будет. Теперь все здесь будут тусоваться. Вот, чувствую тут субботу. Перестрелки будут просто адовые. Ну, да ладно. Побежали. Нам, и самое главное, я сегодня, в принципе, не планирую никуда идти выживать. Я хочу посмотреть, что там вообще продается. Ну, не продается, там бесплатно дается у этого, у песенка, который на гурмане стоит. Вот. Ну, я вот как бы шел, шел, шел. Думал, пока не спеша буду идти, там, готовкой будем заниматься. Ну, тут такая тема, с такой события, так сказать, да, так. Нам сюда надо. Поэтому бежим сейчас на гурман, а готовкой уже там займемся. Ну, и погодка вроде хорошая. Чего не пробежаться по зоне? Хочу посмотреть, что там вообще продают, сколько денег дают, даются ли там деньги. Дается ли там опыт, может, там опыт как-нибудь можно персонажу накинуть, я же не знаю. Я на ЗБТ не был. Вот. Поэтому, как там все это работает, я без понятия. Но я был на предыдущем ЗБТ, когда года два назад, что ли, или год назад, нет, два года назад, пилили опять оружие, там постоянно его же фиксят. То одно делает им, то другое. Вот. Там я был. И там стоял такой НПСник, который... Кучу денег можно было у него взять, всю экипировку, которая есть, и все оружие. Вот. Но персонаж там не был прокачан. То есть, ну, какого персонажа ты создал, с таким и бегаешь. А тогда я вроде еще на ЕКБ выживал, а на СПБ у меня персонажа не было, да, если я не ошибаюсь. И, соответственно, я был нулевый. Ну, понятное дело, там рюкзак можно крутой одеть, но факт, все факты, прокачки нету никакой. Все-таки сложновато. Но сейчас в разы сложнее. Ну, ладно, посмотрим. Но сейчас у меня какая-никакая прокачка есть. Мне, в принципе, разве что я хочу рюкзак поменять на комбат. Мне комбат не нравится, Элис прям вообще отличный. Это такой, знаете, как я считаю, прокачанный вариант колобка. Такой сталкерский, компактный рюкзачок. Комбат это, блин, как ящик за спиной таскаешь. Но здесь, вот именно, в новой реалии, чем больше ты можешь переносить, тем лучше. Поэтому возьмем комбат, а из оружия у меня, в принципе, все есть. Я все поюзал. Да, в принципе, все поюзал. Но я думаю, сейчас вообще вопросов не возникнет. Любой может, кто играет в сталкер онлайн, зайти сюда на беты и получить все оружие и сам поюзать уже, правильно? Нафига смотреть видосы и т.д. и т.п., когда сам зашел и... И не вопрос. А, ну только единственный минус, да. То есть, если у вас нет персонажа, вам нужно пройти начальную локацию. Потом гурман. Не просто же так, да. Сначала надо выйти из города Любич. Ведь в городе Любич не поставили. То есть, вам по-любому какие-то квесты придется пройти, чтобы выйти из города Любич. И потом, когда вы уже будете на гурмане, тогда сможете. То есть, минимальная прокачка у вас уже будет. То есть, по-любому вы будете квесты проходить. Но зато есть стимул прийти и попробовать все вооружение. Особенно Вичку, я думаю, это актуально. Который, допустим, играть недолго. Который просто еще на это не накопил. И неизвестно, когда накопит. И накопит ли вообще. А тут можно просто поюзать с тем или иным оружием побегать. С той или иной экипировкой. Не знаю, будет ли тут талоны даваться за бесплатные. Можно ли будет вещи покрасить. Но если такая тема есть, то вообще круто. Можно там... Ну, давайте не будем про это загадывать. Я не знаю насчет талонов. Если бы они сделали тоже бесплатную выдачу талонов. Было бы круто, чтобы сталкер на будущее мог себе, допустим, камуфляж подобрать. Ведь это, блин, тоже немаловажная вещь. Особенно у нас здесь, в этом мире. Все любят покрасоваться. А чтобы, блин, там подобрать... Вроде покрасил прикольно, потом раз, что-то не зашло. А это деньги. А здесь, но БТ, как раз бы... Это бы все и затестить. Ну да ладно. Сейчас прибежим, посмотрим. Если кто не хочет, то... Просто перемотайте чуть дальше вперед. Я по-любому до гурмана-то дойду. Нормально. Я видел уже скриншоты, сталкер выкладывали. Там такая-то алпа стоит уже. Интересно, там сахар дают? Ну, в нынешних реалиях. Сахар и соль. А то что-то совсем голяк. Полоумные люди все разобрали. Нормальным людям теперь ни чай не попить. Ни мясо присолить, ничего. Ой-ё. От души. Вот, надеюсь, там сорок пятки будут. У меня всего лишь три сорок пятки. Ну, сорок пятка, конечно, вообще отличная. Ну, магазин, наверное, ПК, я имею в виду. Просто, конечно, зачет. Особенно, как какой-нибудь мутант-одолбишь. 15 патронов играют решающую прям роль. Интересно, если там такие будут, сейчас я возьму. Все магазины сорок пятки. Прям буду кайфовать. Так, ну что, мы почти уже на месте. Давайте добежим уже до гурмана. Владелец базы прикрыт ПК движения. Они ошиблись на три буквы. Ладно, не буду говорить. На какие? А то обидятся. ПКшники, это же неплохие люди. Просто у них другой стиль выживания в зоне. Кто-то копалка, кто-то просто боец. А кто-то, вон, бандит-убийца. Ну, у каждого свой стиль. Это нормально. Поэтому не обращайте внимания. Про три буквы, это всего лишь шутка. Не со зла. А что мы тут? А тут у нас ППШ есть. ППШ, кстати, нормально себя показал. О, ена. Ну, опять же, да. Вот бегать здесь, где-нибудь по окрестностям. Самое то. Блин, она нормально. Немножко сцепилась. Повезу, я побегал немножко. О, тут сейчас чувствую такие перестрелки. Давайте мы накопим себе выносливость немножко. Всегда говорил, что... Игры должны быть вне политики. Но в наше непростое время мы убедились, что немногие так думают. Ладно, не будем на этом внимание застрять. Там сейчас, наверное, народу, блин. Посмотрим, посмотрим. Ну, кстати, да. Там не только же ССПБ, СЕКБ. С МСК народ пройдет. А на Стиме чуваки играют. Им же тоже интересно все это поюзать. То есть, прикиньте, с пяти серваков сейчас сюда народ попрет. Уже, наверное, попер. Ну, да. О, стрельба идет, себя тестирует. О, да. Когда тут никого не было, так не подвисало. Сейчас, конечно. Жесть. Сталкер Аштай. Ну, ничего страшного. Это гурман. Это аномальная зона. Всегда так. Мы игроков скрыли. Сейчас покажу вам, конечно, сколько. Ух ты, блин. Как в старые добрые времена. Ну, почти как в старые добрые времена. А на том же самом, на Москве, да? На гурмане. Нет, народу маловато. Но, блин. Ха-ха, смотрите. Вау-вау-вау-вау-вау. Все стоят там что-то. Че, чуваки, сахар дают? Ха-ха-ха. Вот он. Помощник тестера ПВП. Ну, давай посмотрим, что вообще тут дают. Могу дать 9 миллионов 999 рублей. А, 999 тысяч 999 рублей. Раз в 12 часов. Могу продать оружие. Продать? Блин, че, неужели на ОБТ продает? Короче, 10 лямов дают. Раз в 12 часов. То есть, раз в сутки 20 миллионов. Ну, в принципе, нормально. Дай мне денег побольше. Уже держу. Да, действительно, дали мне деньжат. 10 миллионов, в общем, дают. Ладно. А еще? Нет, через 12 часов. Ну, в принципе, как подспорить, согласитесь, нормально. Тем более, сейчас не надо на доске продавать, покупать. Так, мне нужно оружие. Много оружия продашь. Да ладно. Вы че, его даже здесь продаете? Я не пойму. У них мания такая, что все продает. Продавать, блин. Ну, это бета-тест. Этот сервак потом удалится. Зачем здесь продавать оружие? Почему никак на ЗБТ не сделать его просто? Взял, получил. Взял, получил. Че с того будет, что у сталкера будет много оружия? Зачем его здесь продавать? На бета-тесте? Зачем? Почему нельзя цену обнулить, блин? Что ж такая мания все продать и толкнуть, блин? Напоминает мне вот... Блин, я даже не знаю, кого они мне напоминают. Но на ОБТ торговать оружием. Сейчас скажут. Ну, типа, чтобы сталкеры сразу все не купили. Ну, купят они сразу все. Ну и что? Что в этом такого страшного будет, я не пойму. Мир рухнет, блин. Игра рухнет. Или что, блин? Зачем вводить 9 миллионов, 10 миллионов раз в 12 часов, но в сутки 20 миллионов, чтобы сталкер мог получить? И чтобы он потом на эти деньги покупал, блин? Вы че, не можете сделать, чтобы просто он пришел и все это... К чему это делать? Смотрите, ремки тут стоят по 28 миллионов. То есть, чтобы... Короче, я рано сказал, типа, заходите и юзайте. Сейчас все будет. Ну да. Разработчики, как обычно, в своем репертуаре, блин. К чему делать, блин, цены и торговать на бета-тесте, блин? Зачем? То есть, мне нужно тут сидеть, допустим, полтора суток, чтобы купить вот эту ремку, чтобы потом ее раз поюзать, потом еще полтора суток сидеть. Зачем это делать, блин? Я валяюсь, блин. Это, конечно, тупость. Вот такой тупости я еще не видел. Уж извините, но это полная тупость. Продавать что-то на бета-тесте, блин. Вы бы еще сюда донат-магазин впихнули и за донат все продавали, а че? Кто-нибудь да и купил бы, блин. В общем, ладно. Блин. Да что ладно? У меня в голове-то не укладывается. Я думал, что просто пришел, взял что хочешь и тести. Твою налево. Ладно. Ну, понятно, тут есть все вооружение, смотрите. В принципе. Тут есть все. Ну, а тут все за деньги. 107-й 30 миллионов. То есть полтора суток нужно подождать, чтобы 107-й себе взять. Ё-моё. Ладно, грозу потестируем. Это сделано, чтобы сталкеры заходили, блин. Ё-моё. Если ему интересно, он и так будет заходить. А если ему интересно, он и не будет заходить. Зачем вы принуждаете вот все постоянно что-то через боль, блин, что-то делать? Игра должна приносить удовольствие. Зачем сталкера мучить? Давайте магазин. Магазин и купим. Ну, у меня просто слов нет. Ну, че тут сказать? На ОБТ торгуют. Да, дают деньги бесплатно, но дают немножко. Ладно, если бы сразу 100 тысяч дали. Ну, зачем? Почему? Нельзя товар обнулить, блин. Просто обнулить и все, и все. Просто, чтобы он брал, 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 брал. Или это намек, сколько потом это все будет стоить? Ну, фиг его знает. Ну, в общем, тупость полнейшая. Ладно, давайте продадим магазин, теперь это не актуально. О, да, тут мы еще продаем их. И купим себе 45. Ух ты, блин. Вот, в принципе, они столько и должны стоить. 44 тысячи. Где-нибудь у НПС-ника. Ну, блин, они так фиг стоят. Нормально? Нормально. Это все продано. Сейчас это не актуально. Но я бы советовал все-таки по комплекту, если вы там купите, там одно, другое, третье, не продавать, потом не выкидывать, да? А ставить. Там фиг узнать. Сегодня этот НПС-ник стоит, а завтра его не будет. И вы толком не потестите ничего. Ну, что ж тут говорить, но об этой вещи продают. Жалко, не задана. Вам вот идея, разработчики. Задана продавайте. Кто-нибудь докупит. Жесть, конечно. Ладно. В общем, все оружие тут есть, как вы понимаете, да? Но фишка в том, что я рано опять ляпнул, типа, можно все будет купить. Тут есть только все оружие. Экипировки-то нету. То есть никаких ни рюкзаков, ни броников. Че за ерунда, блин? Вам че жалко было, чтобы сталкеры оделись в какую-то одежду? Зачем вот это обрезанное давать? Оружие вы дали. Дали оружие, которое нужно 2-3 дня пособирать деньги, чтобы его купить. Потом ремки там стоят по 20 миллионов. Я даже на них смотреть не буду, блин. Ну, там какие-то по 14, какие-то по 200. Ну, все равно. 14 миллионов. Ремка. Но я только сейчас заметил, нету оружия. Вернее, экипировки нету. То есть сталкеры, потусовав тут неделю, может быть, что-нибудь себе купит из оружия. Потестит его, да? А куда-то зону глубже он не пойдет, потому что он, блин, с чем он пойдет? Он просто с собой это все не утащит. Вы че, совсем что ли же? Вы не могли дать, блин, людям те же самые рюкзаки, броню, чтобы они еще в броне с рюкзаками побегали? Я вообще валяюсь. Я вначале вот был, знаете, позитивно так настроен, но увидев вот эту фигню, блин, у меня просто, блин, слов нету, блин. Помощник тестера. Да какой-то помощник. Да какой-то, блин, полный урод, блин, который, блин, на ОБТ продает, блин, за деньги стволы, блин. Жесть, блин. Ладно, на этом все. У меня настроение упало, если честно, чуваки. Ну, это я... Вот такого я не мог вообще ожидать. Вот что угодно мог ожидать, но только вот не такого. Так что, если вас вот такой функционал устраивает, открытого бета-теста, заходите, заходите, может быть, ну, хотя бы что-нибудь потестите. И то не факт. На этом все, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok